С праздником, дорогие братья и сестры, с воскресным днём, с совершением Божественной Дерги и Причастников, поздравляя с принятием Святых, Христовых Таинопослов, поздравить души и тела в жизнь вечную. О чём вы сегодня читали Ивангелие? Таким. Верно. А это значит, остаётся четыре недели до долгожданного Великого Поста. Газ. Боль наш Иисус Христос, совершая своё благовествование, проходил по земле иудейской, галерийской. И вот, когда он проходил через город Иерихон, один человек по имени Закхей, который был начальником мотарей города Иерихона, услышал, что через этот город идёт Иисус, в котором был ва-молва в народе, что он пророк, возможно, даже мессии. Что за город Иерихон? Это город, в котором производили ароматические маски славы. И можно думать, что город жил богатым. И самым богатым в этом городе был начальник мотарей. Ибо он имел власть над другими мотарями. Одному давал более рыбное место, другому менее рыбное. Ему, наверное, процентник был с этого. Мы знаем, что мотарей люто не любили, потому что они побирали своих единоплеменников. Иудея в то время была римской колонией, соответственно, не имела суверенитета. И вот, богоизбранный народ иудейский, обязан был платить дань кесарю, платить дань язычнику. Неизвестно, доходила ли эта дань до кесаря. Возможно, с нее жил прококу-ку-ку-ку-пратка. Ну, мотарь заходил в дом, говорит, о, у вас есть сеялка, веялка. Не, однако, ровно. Несколько глянем по потолок и назовем верную сумму, которую здесь и сейчас можно заплатить. А если не заплатить, можно что-нибудь продать. А если мало, жену в рабство. Детей. И вот благодаря этому, ненавидели этих, мы, мотарей, да, нужную сумму они отдавали, а разницу можно было себе. И вот этот самый богатый, самый грешный человек, и Ерихона, человек маленький и толстенький, услышал, что через Ерихон идет Иисус. И народу было много около Иисуса, и он по своему малому росту не мог видеть Иисуса и совершил поступок детский. Поступок неразумный для взрослого человека. Он взял и залез на инжирное дерево. Оно не очень высокое, и глубкое, и можно было ветки обломить. В народе сразу же обсмеялись Закхея. Представьте, если бы у нас начальник налоговой залез на рябинку, чтобы увидеть святейшего подыха. Естественно, его сразу же все обхохотали. Но в поступок Закхея был мил Господу. И Господь наш Иисус Христос обратил на него внимание, сказал, Закхей, скорее, слезай мне, нужно сегодня быть у тебя дома. В народе сразу же поднялся ропот. Раньше не различали нечестие плотское и нечестие душевое. Если человек грешит, значит, он весь нечист. нельзя заходить к нему в дом, нельзя к нему прикасаться, тем более нельзя вместе с ним есть, потому что ты сам заразишься этой нечистотой. И будешь, как минимум, до вечера нечистым. И вот к такому грешнику Господь идет. Закхей слазит, зовет друзей, соседей, накрывает поярку и приходит к бой со своими учениками, начинается трапик за общением, и Закхей понимает, кто пришел к нему домой. Он встает и заявляет перед всеми. «Господи, половину моего имения я отдам нищему. Если кого в чем-то обидел, вас дам в отчетку». Закон раньше был. Если у кого-то что-то взял, неправильно, нужно отдать в четыре раза больше. И Господь, наш Иисус Христос отвечает на слова Закхея, говорит про него, что этот человек, сын Авраама Павел. Сын, да, но мы с вами понимаем, что сын не по плоти и крови, сын по духу, потому что Авраам называется отцом всех верующих. И про себя Господь говорит, что пришел для того, чтобы найти и спасти погибающих. Не будем бояться в нашей жизни, может быть, понятием мирским таким вот светским неразумным поступком. Господь говорит нам, если не будете как дети, не войдете в Царствие Небесное. Естественно, надо быть не головой, но сердцем. Быть простыми, быть искренними, искать Бога. А тогда Ему не будет препятствовать действовать в нашей жизни. Благодарю всех вас за совместные молитвы. Напоминаю, что сегодня вечером, завтра утром мы совершаем праздник среди Господа нашего Иисуса Креста. И мы празднуем этот день и встречу и Пак, как лени, и одновременно встречу человека с Богом. Очень важно, чтобы в жизни каждого из нас встреча с Богом обязательно состоялась. Иисус